В Екатеринбурге вечером на качественно подсвеченном перекрестке Свердлова-Шевченко приключилась автодрама из поэтического цикла «Белая пятерка под моим окном». В основе драматургии, естественно, по канонам классики, лежал конфликт, который случился между закаленной, ну, видимо, потому что пяненькой барышней, и пилотом «Белой пятерки» Жигулей. Изначально рулевой и его пассия, что сокращение от пассажирки, катились по Свердлова из центра в сторону вокзала. На перекрестке с Шевченко меж ними пробежала кошка, ее на кадре не видно. Дамочка, видимо, разнервничалась. Возник конфликт. Не в силах рулиться в движении, пилот прижался к поребрику, а через несколько секунд развернулся на 180 градусов и встал на светофоре. Вероятно, в обратную сторону барышни не хотелось. Она выскочила из пятеры и пошла гулять без шапки по Свердлова, прям посередине загруженной магистрали. Пятерочник высунулся из своей двери, сказал ей на прощение несколько слов, и за неимением своей женщины ушел налево, на Шевченко. А расстроенная дамочка побрела по Свердлова, призывно размахивая рукой, типа «Готова сесть в тепло на колесах». Через некоторое время с Шевченко на Свердлова с управляемым заносиком придрифтовала белая пятера. Водила налево, видимо, никого лучше не нашел, и счел за лучшее замириться со своей. Пятерка остановилась, так что только корма осталась в кадре. А очевидно, в это время между милыми, которые бронятся только чешутся, происходил серьезный диалог, по завершении которого мадемуазель, не польстившаяся на уговоры, снова ушла на середину проезжей части. И в этот момент из-за нее, хоба, поцеловались два подорожника. Белый универсал не удержал дистанцию и заехал левым глазом в корму темной мелколитражки. Удар был вяренький, пострадавших, естественно, не набилось. Но автопилоты на ровном месте из-за гулящей пешеходки попали. Не столько на деньги, сколько на время. И дамочка, к тому времени уже наверняка изрядно подмерзшая, почуяв, что сейчас ее начнут бить, быть может даже ногами, сочла за благо забраться обратно к своему в пятеру. Тот ругает, но хотя бы не бьет. Ну а тут прям есть за что. Не, ну все понятно. Тот, кто дистанцию не удержал, тот и виноват. И пофиг, что явилась причиной внезапной остановки. Пьяная баба или метеорит. Но вот точно за что можно пешеходку покарать, это за то самое тупое брожение по проезжей части. Это запрещено, ибо пеший может ходить по дороге или на перекрестке по линии тротуара, или на зебре. А просто так вот слоняться без дела, не то что запрещено, а чревато для жизни. Поняв все эти расклады, дамочка юркнула в пятеру, может быть даже поцеловала своего, и улетела пятера по Свердлово, куда фары глядят. А у стукнувшихся машин некоторые глаза, видимо, повредились. И теперь им нужно не только к гаишникам, но и к автоэльмологу.